Всем доброго дня! Сегодня мы говорили о том, что у нас наша красавица окуба максимально подгорела, к сожалению. Оставили ее немножко на солнышке и, соответственно, появились черные листва. Но тут еще была проблема в чем, ребятки? В том, что немного растение переливалось, в соответствии с чего появились грибковые заболевания. Соответственно, видите, корневая кое-где более-менее еще живая, а кое-где полностью, к сожалению, подгнила. Поэтому растение не может потерять влагу, точнее отпустить. Поэтому, соответственно, поднеслось. Опять же, если видите, что у вас такое растение, можно чуть-чуть сбоку приоткопать и посмотреть. Если вот это, знаете, запах прям гниль, то, скорее всего, у вас проблемы непосредственно с корневой системой. Еще я вам покажу, там еще один нашел. Есть такой вариант, что, может быть, есть вредители. У корневой, и это, знаете, переработанная земля, такие катышки получаются. Скорее всего, еще и у вас болеет непосредственно корневой системы. А у куба это растение, которое всаживается в теневой зоне и не требует большого полива. Оно очень быстро подвергается непосредственно нападкам перелива. Появляются вот такие вот черные точки у растения. Поэтому тут у вас два варианта. Либо ожог, либо все-таки это грибковое заболевание корневой системы. Что мы с вами сделаем в первую очередь? Мы просматриваем с вами стволики. К сожалению, вот эта часть полностью подгнила. И чтобы дальше у нас не происходило травмирование нашего растения, нам придется полностью отрезать этот кусочек. Потому что, видите, прям просто подгнила. То есть, эта еще часть более-менее живая, а эта уже полностью ушла. К сожалению, наверное, и вот эта ветка тоже полностью. Но мы постараемся на вот эту почечку подрезать ее. Возможно, она отобьется еще. Поэтому вот это все, к сожалению, погибло. Поздно я заметил. А вот эта ветка уже полностью ушла. И если мы заметим, вот видите, от где я срезал. Мы берем с вами, поднимаем. И тут вот, видите, гниль идет именно с этой стороны. Поэтому мы все должны с вами убрать. Что мы делаем дальше? Опять же, видите, у нас прям вырытые ямы здесь. Поэтому это еще стилизирует тем, что у нас вредитель у корневой системы. Поэтому, что мы должны сейчас в первую очередь сделать? Мы взяли препарат Циркон. Циркон это хороший действующий препарат. Восстанавливает корневую систему. Борется с грибковым заболеванием. То есть, как делает профилактику. И поднимает уровень, соответственно, жизни растения. Второй препарат это Триходерма. Он хоть и по помидорам, по огурцам, но очень действенно и непосредственно борется с такой гнилью у корневой системы. Поэтому два этих препарата мы смешаем. Почему Циркон хорош? Во-первых, когда он попадает непосредственно на листву или на корневую систему, он очень хорошо проникает непосредственно сразу в растение. Соответственно, проникнет хорошо в корневую систему. И вследствие чего хорошо будет действовать Триходерма. Потому что он сразу пойдет непосредственно лечить нашу проблему. То есть гнилю корневой и все остальное. Поэтому я уже развабил без вас. Первым делом мы с вами обработаем непосредственно наше растение под корень. Хорошо пролив. Это все дело. Опять же, я бы с удовольствием его сейчас бы пересадил. Но если мы сейчас пересадим наше растение, то, соответственно, проблема будет в чем? Вот эта вся гниль может где-то спрятаться, и мы ее просто не пройдем. Поэтому обязательно прольем просто. И я думаю, через недельки-две, когда полностью восстановится наше растение корневое, и уберется вот эта грибок у корневой системы, мы с вами его пересадим. Чтобы он у нас набрал сил и чувствовал себя прекрасно. Видите, как вода сливается. С условием того, что корневая была мокрая. Хотя я не поливал ее два дня. А вода просто стекает, потому что тут нечему этого. Но при этом задержится. Соответственно, корневая у нас болеет. Второе. Этим же препаратом, который мы с вами сбрали, замешали, мы прольем листовую часть. Как циркон действует по листу, так и трикодерма тоже действует по листу. И поставим в теневую зону, чтобы она у нас потихонечку восстанавливалась. Сейчас мы это все сделаем с вами. Через две недельки я покажу вам результат. Мы лучше с вами вместе его пересадим. И это растение полностью восстановится. Так что не переживаем. Все будет, ребят, хорошо. Всем хорошего вечера. Не забывайте ставить лайки, чтобы наш канал немножко продвигался вперед. Спасибо вам будет за это большое. Всем хорошего. До встречи.